Рада всех приветствовать на своем канале. Наконец-то я закончила свой проект под счастливой звездой. Вышивала я его по схеме из журнала Вышиваю крестика. Декабрь 2010 года, номер 13. Вот такие вот предлагали здесь открытки вышить. 4 штучки. Я объединила вот такие вот схемы. Я объединила все в единое панно. И вот такая красная рама у меня будет деревянная. Тут помощница у меня. Мика. Да, Мика? Вот такое вот у нас получается. Вот такое панно получилось из 4 маленьких сюжетов. на темно-синей канве. Канва, как видите, с оранжевой полосой, но это канва доме. Так что с легкостью, тот, кто не понимает разницы между цвайгард и доме, в общем-то, можно спутать. Есть оранжевая полоса, значит, свайгард. А по структуре она также хорошего качества, мягенькая. Вот домой мне не нравится белая канва. А цветная канва очень даже ничего по качеству. А белая почему-то у них какая-то дубовая такая, не знаю, почему она отличается от цветной, но она конкретно отличается. Вот такие вот ангелы. Я уже говорила, что здесь я использовала четвертные крестики. Исправляла сама схему, так как вот, видите, некрасиво, когда крестики торчат. Вот уголочки крестиков вот здесь на лице я не убрала. Вот с левой стороны я с правой убрала. Когда вспоминала, то я убирала. Вот на волосах должны были торчать все четвертинки крестиков. Вот на головном уборе должны были торчать, на ушках. Ну, вот я все позабирала. Вот на лице четвертные крестики сделала. Вот корона тоже поубирала по четверть крестика. Ну, в общем-то долго этот проект должна была я вышивать, как написано, 8 часов, но вышивала я его реально два месяца. То есть, так у меня получилось. Начала я его 6 января и вот закончила в конце февраля, но выкладываю уже отчет вообще в марте. Вот так вот у меня получилось. Сейчас покажу вам свою изнанку. Вот такая изнанка. Звездочки я делаю. Протяжек я не делаю никогда. Отдельно вышивала здесь все звездочки. Вот такая вот получилась у меня изнанка. И будет у меня красная красивая деревянная рама. Сейчас солнце вышло ярко, так красиво. Весь день было пасмурно и вот к обеду вышло солнце. Сегодня 7 марта. Завтра праздник. Но это видео вы увидите позже. Так что девочки поздравляю вас с прошедшими весенними праздниками. И вот сейчас я пойду оформлять свою работу и вернусь уже с оформленной работой покажу готовый результат. Я довольна работой своей. Пока не знаю для чего я сделала эту работу. Не знаю это будет или для садика или для школы. Но в общем-то это будет в качестве подарка в детское учреждение. Это однозначно. Скорее всего это уже будет на следующий год к Рождеству. такие вот примитивчики. Меня что-то потянуло сейчас последнее время на примитивные картинки детские. во-первых у меня сейчас очень-очень мало времени для вышивки. Можно сказать практически нет. Но то что успеваю то берусь за какие-то очень маленькие проекты чтобы хоть что-то повышевать. Ну вот вернусь к вам через пару секунд с уже оформленной работой. Вот пытаюсь снять работу оформленную. Плохо получается так как отсвечивает очень. Здесь обычное стекло. Такая обычная рама красного цвета но она из дерева. Деревянная рама. И вот так вот это смотрится теперь эти четыре маленькие сюжета. Достаточно так получилось симпатично. В конце видео я вставлю фотографию попробую все-таки снять более качественно чтобы вы смогли увидеть всю красоту этой работы. Очень мне понравилось ее вышивать. Она такая легкая и такие яркие сюжеты красивые. Сегодня 8 марта очень солнечный день. Видео конечно это вы увидите и попозже скорее всего в пятницу. Поздравляю вас с прошедшими праздниками весенними. Желаю вам такого праздничного настроения весеннего. Сегодня солнышко порадовало 13 градусов. Очень хорошая погода. Желаю вам праздника в душе весны. До скорых встреч на моем канале. Всем пока пока. Все таки вытащить стекло чтобы было видно не бликовало потому что стекло очень бликует. Покажу вам в раме эту работу но без стекла. Очень мне нравится она какая-то необычная. Нравится мне. Дочке моей очень нравится. На этом уже точно все. Я уже с вами попрощалась и решила все-таки добавить еще один кусочек потому что не получалось у меня и сфотографировать нормально не получалось и решила еще раз добавить маленький маленький кусочек. Теперь уже точно все. До скорых встреч на моем канале. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока пока. Субтитры